Сегодня российская СМИ 24 часа воюет с Украиной. 24 часа, даже, наверное, еще один час захватывает, а не на час раньше начинают. А на 25 получается. Все разговоры об Украине. Украина так сделала, Украина так сделала. Украина вот такая, Зеленский такой, Порошенко такой, и поехали всех кости мыть. В сегодняшний день, когда ЕСПЧ было подано первое требование к Российской Федерации о том, чтобы меня определили в больницу, провели мне это самое. Следователи даже не отреагировали на это. Ни СИЗО, ни следователи ФСБ. Для них это как не существует. Точно так же и повторное. Они на это смотрят другими глазами. То есть, как-то для них мировое мнение, а не только, вот сегодня идет санкции, вот они к этому еще как-то прислушаются. Санкции эти слабые. Если делать санкции, надо, значит, взяли за санкции, давайте доводить до конца их. То есть, нормальные. А играть с ними, там, кусочек сегодня сахара забрали, кусочек завтра сахара забрали, мы долго будем это делать. То есть, мировое сообщество это будет долго делать. Теперь хочу сказать по поводу пленных. Даже сегодня, пусть это был, может быть, и неравноценный, как вы сказали, обмен с пленными, но эти люди вернулись в свои семьи. Эти люди сегодня обрели уверенность, что есть Украина, есть, за них борется. Любыми путями они ищут варианты освободить своих военнопленных. Это второй вопрос. 25 лет незалежности Украины, да? Или 26, сколько уже, этот самый. Сколько президентов у нас прошло. Вы сегодня осуждаете, Зеленский так сделал, Зеленский так сделал. Давайте возьмем просто. Эта команда молодая. Вы посмотрите, сколько им лет. Семь. Средний возраст возьмите. Они не более, до сорока лет всем. Но они сегодня полны решимости провести реформы в этом государстве. Не те слова, обещающие, которые мы будем обещать, мы завтра за Крым будем бороться. Но они начинают первые шаги. Это молодая команда. И я уверен, что они добьются многого. Решение вопроса освобождения Крыма. Это Зеленский, насколько я слушал, там находясь даже в СИЗО телевизор был. Даже в ихних СМИ показывают, когда осуждает Соловьев, там ведет свои дискуссии. И то показывают такие моменты, когда Зеленский говорит, что Крым есть Украина. То есть они тоже это понимают и показывают по телевизору этого. Теперь на сегодняшний день, чтобы начать первый процесс возвращения Крыма в состав Украины, я думаю, нам надо вернуться к тем проблемам, когда хотели изменить при господине Порошенко 10-й пункт Конституции. Почему-то о нем вообще забыли. О нем даже нигде не говорится. Вы сегодня спорили, доказывали, что так надо... Почему об этом не спорили? Ведь проведена была колоссальная работа. Юристов было собрано столько. Столько работы люди сделали. Почему этот вопрос обратно не поднять? Хотя решение Крымско-Татарской автономной республики, это один из первых шагов к решению освобождения Крыма. И крымские люди, которые сидят, находятся там, в Крыму, они ждут этого. Нас обманули 4 года назад. Но я не думаю, что эта команда нас обманет. Я верю ей. И многие верят. И даже сегодня в самолете это была фраза сказана этими же моряками, что наконец-то команда заработала. Давайте я не только 100 дней работаю. Давайте дадим им еще время. Продолжение следует...